МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы все-таки полагал, что Единая Россия по ходу выборной компании и в индивидуальном порядке прислушаются к мнению граждан, тем более за нас проголосовали миллионы граждан и требуют изменения курса и улучшения качества жизни каждого человека. К сожалению, и это бюджет казенной милости. Мы опубликовали в «Правде» и в Советской России подробный анализ ситуации, которая складывается с бюджетной политикой, с состоянием финансов и используя наших резервов. Кроме этого, под это я подготовил таблицу, где есть подробный анализ 14 разделов этого бюджета. Кстати, я бы ввел и 15-й раздел, связанный с наукой и высокими технологиями. К сожалению, науку размазали по всем разделам, и мне пришлось в течение недели вынимать, чтобы понять, вкладываем ли мы в мозги лучшие школы, в Академию наук, поддерживаем ли мы талантливых людей для того, чтобы обеспечить необходимый прорыв, о котором регулярно говорит президент. Напомню еще раз, 10 лет подряд темпы экономического развития меньше 1%. Чтобы войти в пятерку, надо их иметь более мировых. Мировые за 10 лет сложились 3,5%. И если мы не выйдем в ближайшие три года на 4-5-7%, то, уверяю вас, все установки послания президента будут провалены. Но это означает и политический дефолт. Почему? Потому что 2024 год с точки зрения политики наступил. Он заложен в бюджете. И если вы посмотрите каждый раздел, особенно разделы связанные с развитием экономики, состоянием здравоохранения, образования, все, что обеспечивает нормальную жизнь человека, вы просто ахнете. Впервые в этом бюджете за три года не увеличиваются, а сокращаются расходы на эти цели. И одновременно гигантские деньги вкатываются в фонд так называемого народного благосостояния. Никакого народного благосостояния на сегодня нет. 20 тысяч рублей менее получает полстраны. Более того, я выделил специальный раздел долги. Наша страна оптом и в розницу загоняется в долговую яму. И вы все загоняете. Каждый третий рубль, который тратят сегодня граждане, заемный, его придется когда-то отдавать. Если посмотрите, государственные долги, они растут больше всего. Они увеличиваются баснословно. Для того, чтобы обслуживать государственный долг в 2024 году, надо будет платить по процентам 1 триллион 400 миллиардов. Что касается граждан, с такой нищей зарплатой деваться некуда. Все рванули в тоже эти долги. Долгов нахватали на сегодня уже 23 триллиона больше, чем расходная часть настоящего бюджета. Если вы посмотрите на бизнес и нашу олигархию, она тоже нахапала долгов 460 миллиардов. Но под государственные гарантии. Завтра придется платить вам за их долги. То есть нужен новый курс и качественная финансовая политика. Мы ее предложили. Мы ее оснастили. Мы прописали конкретных законов, где можно взять эти гигантские средства и ресурсы. Я удивляюсь правительству Мишусина по составу более квалифицированного. Но почему она ползет по той же грязной, вороватой, глубокой, омерзительной, разрушительной колее, которую протоптали Ельцины, Гайдары и Чубайсы. Вся эта воровская мафия, которая убивала страну в 90-е годы. В этом бюджете есть три главные принципиальные ошибки. Первая ошибка. Нет сбережения народа. Как страна вымирала с такой политикой, так и будет вымирать. Там заложено дальнейшее вымирание граждан страны. Русские классические регионы снабжаются финансово в 2-3 раза хуже, чем многие остальные. Должна быть иная политика, если вы собираетесь остановить вымирание. Там полностью все делается для того, чтобы пресечь возможность модернизации и импортозамещения. Импорт нарастает. Более того, нарастает не просто импорт, а нарастает иностранная зависимость всех нас от чужого капитала и чужих денег. 65% крупной собственности сегодня в стране принадлежит иностранному капиталу. Самое трагичное, что 95% энергомашиностроения, без которого невозможно жить в нормальной, большой и холодной стране, принадлежит иностранному капиталу. 90% сетей принадлежит иностранному капиталу. Вы уже попробовали морковку по 150 рублей и капусту почти за 200. Откройте и посмотрите, как растут цены для вас, для простого человека, каждый день. На морковку, на капусту, на картошку за последние дни выросли на 60-80%. А нам пишут там инфляции 4 года, будет 3 года по 4%. А на сегодня уже 8%. А для наших избирателей, вот здесь те, кто представляет трудовой народ, она уже продовольственной 12%, а таблетки подорожали на 20%. Поэтому это бюджет еще и лукавой цифры. Меня больше всего поразило, что пишут, что этот бюджет профицитный. Но после того, как они сейчас возьмут и огромные деньги перекачают, фонд так называемого благосостояния, я не знаю, чего благосостояние, то он будет дефицитный на 1 триллион 300 миллиардов. Печально, но более квалифицированное правительство показывает плохой пример всей стране. А страна требует, чтобы она успешно развивалась. Для развития это третье. Там нет инвестиций. Это третий главный порог бюджета. Инвестиции, которые должны вкладываться в отрасли, в здоровье, в образование, во все вместе взятое, в новейшие технологии. Свердится к минимуму надежде, что какой-то придет иностранный инвестор и будет вкладывать. Вот они вкладывали в сети и сдувают вам цены каждый день. Ту морковку, капусту, ту свеклу, которые мы вот рядом выращиваем в совхозе Медленина и готовы продавать по 12, 15, 20 рублей. Даже с небольшой наценкой вам они обернутся в 25-30, не берут и не пробегнешься туда. Я бы на месте Мишустина взял бы и создал параллельные сети под нашим государственным контролем, привез туда товары, это была бы и конкуренция, и, по крайней мере, людям жилось бы гораздо проще и достойно. Вот сейчас все мы боремся с ковидом. Противная мерзкая болезнь обуяла целым странам. Посмотрите, сколько вымирает. За неделю 7 тысяч. Три полка погибло, как на большой войне. Почему? Потому что, если вы посмотрите строчку здравоохранения и фармацевтика, вот в этом бюджете, я вас прошу, это 9-й раздел, вы просто ахнете. Фармацевтика урезана, у нас 8 таблеток чужие, и в двух оставшиеся чужие субстанции. Но она в этом бюджете разгромлена. Там почти ничего не осталось. И в целом здравоохранение за 3 года финансируется хуже, чем в 2021 году. Ее надо удваивать, надо утраивать, надо помогать, надо восстанавливать первичку, которая сброшена на плечи местных властей, они сейчас задохнулись, надо восстанавливать подготовку кадров, надо платить 2-3 раза больше врачам и медсестрам, надо всю цепочку, связанную с здоровьем, поддержать всяческую. И, конечно, все орут они за рынок. Какой рынок? Убили 500, уже сейчас скажу, 530 тысяч предприятий в этом году малого и среднего бизнеса. И еще одно, обратите внимание. Возьмите 9 месяцев этого года, продали всех видов сырья на 27 триллионов. Как они должны распределяться? По бюджетному кодексу пополам на пополам. Половину в цен, половину местных. Ну, сложилось 45 на 55. А в этом году из этих 27 цен забрали 70%. А на места бросили 30 и барахтайте, как хотите. Вот они и барахтаются, как хотят, потому что им даже дыры залатать особо нечем. Еще раз вас возвращаю к нашим предложениям. У нас бюджет развития реально просчитан. Под него есть весь пакет законов. Под него есть уникальный подготовленный опыт. И всей великой советской стороной. И сейчас китайцы реализуют многие программы. Ну, наконец, Путин на Валдае сказал, капиталист зашел в тупик. Надо думать. А вот Компартия Китая сумела так организовать рынок, который регулируется и дает высочайшие результаты. Включая сейчас многие программы, уже все заворковали, оказывается. Надо думать о социализме, надо использовать, в том числе, и китайский опыт, надо использовать все лучшее. Мы-то как раз и предложили сложить все лучшее в нашей тысячелетней истории и двигаться вперед, а не ползти назад. Такого качества бюджет мы не можем поддержать. Но мы будем настойчиво проводить свою линию. И свой бюджет, бюджет развития, бюджет, который сегодня должен быть, расходная часть, минимум 33 триллиона. Эти деньги есть. Но они лежат за нашники, за гашники. Я официально отправлю этот материал, все таблицы президенту, всем губернаторам и всем министрам. Может быть, ко второму чтению. Что-то они и попытаются изменить. Особенно в области поддержки человек, поддержки детей войны, многодетных семей, матерей-одиночек, поддержки всех. И последнее замечание. Вот откройте и посмотрите, что такое МРОД. Минимальная оправда труда. Откройте таблицу, и легко из любой сети достать. И просто внимательно посмотрите. Вот сейчас они говорят, мы вас обрадовали, 13 тысяч будет 600. Смотрите дальше. Литва рядом. Ничего нет. Неполезных ископаемых, паршивый лес и холодный песок. 50 тысяч. Откуда? У нас 13 600, а там 50 тысяч. В 3-4 раза больше. Польша 50 тысяч. Греция 62 тысяч. Я уж не говорю о Германии 130 тысяч. Почему у нас? Почему нельзя принять простое решение 25 тысяч минимальное и позволить людям выжить? Выжить за 25 тысяч не разгуляешься. Это решение давно созрело, но они почему-то не хотят. А денег у них навалом. Навалом 60 триллионов рублей лежат заначки и не используются в целях развития ни экономики, ни человека. С такой политикой мы не можем сходить.